После рождественских праздников в нашей стране наступил так называемый карантин зимних каникул, который продлится до 24 января. На этот период в нашей стране запрещается работа кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос. Работа торгово-развлекательных центров, посещение спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Работа непродовольственных рынков, а также проведение всех массовых мероприятий. Ну что, проверим, как одесситы соблюдают правила. Главную улицу города, где всегда уйма отдыхающих и мест для развлечений, сегодня практически не узнать. Только вчера Дерибасовская принимала тысячи гостей, которым нипочем локдаун. А сегодня здесь очереди только возле Макдональдса. А вот эта очередь, кстати, в Макдональдс. Администраторы кафе и ресторанов не на камеру рассказывают, что посетителей было и так немного, а стало еще меньше, в связи со специфическим режимом работы. А на дверях магазинов одежды застыла уже всем знакомая фраза «закрыта в связи с локдауном». Также прекратили свою работу все торговые точки в торговых центрах. Вот видите, сейчас я нахожусь в Афинах, и здесь работает только продуктовый магазин и магазин «Алло». Только все товары, кроме мобильных телефонов, они оградили красной лентой. Запрет на продажу носков и других непродовольственных товаров в супермаркетах спровоцировал в интернете волну возмущений. Количество карантинных мемов в соцсетях за последние дни возросло в разы. К слову, по нашим наблюдениям, не все супермаркеты следуют правилам. Многие до сих пор продают товары далеко не первой необходимости. Как же это похоже на привычный украинский карантин? Одни делают вид, что его соблюдают, а другие, что контролируют его соблюдение. Я вот зашла в пару продуктовых, и знаете, не все магазины перекрывают товары не первой необходимости красной лентой. Вот один из таких. Вы можете видеть, что тут есть все, что должно быть перекрыто. На третий день локдауна министр здравоохранения Максим Степанов решил все же отреагировать на всеукраинское недовольство. Крайними, как всегда, оказались граждане Украины, не обеспечившие себя заранее запасами футболок и другой повседневной одежды. Я считаю, что эти 16 дней, которые мы провели на этот карантин, возможно было до них подготовиться. Что такое подготовиться? Ну, точно возможно было рассчитывать, какая количество новых шкарпеток или футболок нужна человеку на этот час. По итогам первых дней одновременно жесткого и выборочного карантина, наши земляки успели сделать свои выводы о происходящем. Это кукольная комедия. Самая настоящая. Вы вообще видели, что Зеленский отдыхал в Буковеле, да? Нормально, без масок. В Буковеле можно отдыхать. Там можно отдыхать. Да, это и дети. Магазины позакрывали. Поломался у меня кран. Что мне сейчас делать? Это непредсказуемое дело. А магазины закрыты. Тут сельпо зашли, да? Перекрещенной красной лентой. Там, где батарейки, бритвенные наборы. Здесь рядом водонька, здесь рядом еще что-то там, крупы. Значит, это нормально. А вот батарейки ребенку купить на игрушку не имеешь права. Неправильно, конечно, это делается. Все делается после праздников, да, когда люди отгуляли, отходили все метро, сити-центр и все остальное. Нужно делать это постоянно, с начала эпидемии. Но нужно было видоизменять в зависимости от мер и от ситуации в мире, в стране и так далее. Правильно, конечно же, никто не скажет, как это делать, но нужно адаптироваться к этому. А так, кусками, временно, оно не будет работать. Он просто не очень, ну, как бы вам сказать, такой, как нужен этот локдаун. Вы посмотрите, практически все работает. Если уже вводить такие меры, значит, надо, чтобы они были жестче. Я думаю, что на самом деле это нужно было делать значительно раньше и думать головой, а не караться на лыжах. Поэтому сейчас это, ну, в той форме, в которой оно есть, я считаю, что это немного как мертвый внутри парка. Смотреться на то, сколько людей в кромницах, скрозь по месту, да, то я не думаю, что это будет очень эффективно. Но, независимо от того, есть локдаун или нет, не забывайте о правилах, которые ворвались в нашу жизнь в марте 2019-го. Носите маски, пользуйтесь антисептиками и соблюдайте социальную дистанцию. Отметим, что продажу масок и антисептиков на время локдауна решили не ограничивать. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.